5 претендентов на звание Рижанин Года. Об этих и других новостях в нашей информационной программе. Национальное объединение сегодня не проголосовало за передачу на рассмотрение в парламентские комиссии проекта бюджета следующего года. Если бы не поддержка оппозиционного союза зеленых и крестьян, правительство могло бы уйти в отставку. Репортаж из Сейма Валерии Смирновой. Сейчас идут разговоры о том, какими могут быть квоты. Программа о полном прекращении выдачи видов на жительство, касающаяся непосредственно недвижимости, у Единства до сих пор не готова. Единство говорит о возможных компромиссах и жалуется, что националы уходят от прямых ответов в дискуссиях. Пока что сторонам удалось договориться, что дополнительная сумма отчислений в фонд, средства из которого якобы пойдут на развитие нашей экономики, может составить от 5 до 15 тысяч евро. Ну и, конечно, квоты, определиться с которыми венутые партии реформ намерены до окончательного бюджетного голосования. Есть небезопасные тенденции, когда создаются некоторые коммуны от некоторых государств, которые могут в будущем негативно повлиять. И поэтому систему квот на количество выдаваемых видов на жительство для какой-то конкретной страны, скорее всего, что ввести надо. Ну а пока из-за того, что нацобъединение встало в позу, Единству и реформистам для утверждения бюджета пришлось призвать на помощь независимых депутатов и Союз зеленых и крестьян. СЗК согласился, но также выдвинул свои условия. 80% остается налога от населения в самоправлении, 20% входит в государство. Мы считаем, что это сейчас где-то должен быть 82, примерно 18. Вторая часть – это, конечно, увеличение неблагаемого минимума пенсионерам. Сейчас, как вы знаете, это 165 латов, но где-то 200-220 латов. Еще одно требование СЗК – снижение пациентских взносов. В латвийской медицине они являются очень высокими по сравнению с другими странами Балтии. Большую часть этих трат также должно взять на себя государство. Свои предложения к бюджету готовит и Центр согласия. В том виде, в котором мы сейчас есть, мы поддерживать не будем. Сегодня мы уже проголосовали, воздержавшись. Мы получили бюджет только вчера вечером, и у нас не было времени досконально его изучить. Но, тем не менее, мы уже знаем, что бюджет хоть и преподносится, как будто это бюджет, который лучше всех остальных. Тем не менее, мы считаем, что там очень много проблем. Там опять мы видим, что очень много ставок будут подняты. Свои предложения ЦС обещает подать через две недели к первому чтению бюджета. Они будут касаться снижения социального, а также введения прогрессивной, в зависимости от величины доходов, ставки подоходного налога. Окончательное утверждение госбюджета запланировано на 6 ноября. Прямых предложений войти в правительство Союз зеленых и крестьян пока не получал. Однако, по сведениям из кулуаров Сейма, коалиционные политики уже зондируют почву, выясняя готовность СЗК. Если бы бюджет сегодня не был передан в комиссии, кабинету Домбровского могла грозить отставка. Валерия Смирнова, Айнарс Крауглис, Первый Балтийский канал. И сегодня к вечеру агентство Лето сообщило, что национальная...